Один из самых кровавых конфликтов последнего времени. Война в Сирии длится уже больше семи лет. За это время почти полмиллиона сирийцев погибли. Свыше 12 миллионов, это больше половины жителей страны, покинули свои дома. 5 миллионов человек выехали в другие страны. Все это звучит дико, но вот при этом конца войны до сих пор не видно. Еще из десяток других стран вмешались в конфликт. Кто сейчас воюет в Сирии и какие цели у сторон, расскажет Сергей Ауслендер. На восьмом году войны в Сирии вряд ли кто-то уже помнит, как она началась. Столкновение с демонстрантами в 2011-м. Давно забытый, на территории страны идет полномасштабный военный конфликт со множеством участников. Даже опытные эксперты не сразу смогут перечислить их всех. На карте видно, в какое лоскутное одеяло превратилась страна. На севере курды, в районе города Африн, сражаются с турецкой армией. Синие стрелки – наступление турецких войск. Желтым цветом закрашены районы на северо-востоке, которые курды обороняют совместно с американцами. Территорию, обозначенную розовым, контролирует Башар Асад при поддержке российских войск. Серое пятно возле Абукемаля – земля халифата, где еще сопротивляются разгромленные отряды ИГИЛ. Зеленые участки – это территории под управлением оппозиции. Впрочем, оппозиция – это лишь слово для удобства. Около 20 группировок с разной идеологией сражаются с правительственной армией. При этом успевают воевать друг с другом. Наиболее тяжелая обстановка в провинции Идлиб и в районе Восточной Гуты. Там войска Асада при поддержке российской авиации штурмуют анклавы повстанцев. Гуманитарная катастрофа в Сирии когда-нибудь войдет в учебники, как пример геноцида. Убитых уже около 500 тысяч – это по самым скромным подсчетам. Беженцев – миллионы. Есть огромное количество гражданского населения, которое пытается не только убить, но и зачистить. То есть происходит этническая чистка. Вот это один из результатов этой войны. Огромное перемещение. Мусульман, суннитов, сирийцев. То есть их пытаются как бы желательно вообще вытолкнуть из их страны. Но если нельзя вытолкнуть из страны, то по крайней мере вытолкнуть их из тех территорий, где уже доминируют Башар Асад и его союзники. Называть войну в Сирии гражданской нельзя. Столько в ней теперь иностранных участников. США, Турция, Россия, Франция, Британия, Иран, Ливан. Образовались две своеобразные коалиции. США и их союзники поддерживают повстанцев и курдов. Иран и Россия – режим Асада. Дошло уже и до прямого столкновения. Под Дейр-эс-Зором американцы без потерь за считанные часы уничтожили батальонно-тактическую группу российских наемников. И совсем отдельную роль в этом конфликте играет Израиль. Израиль периодически атакует. То ли это колонны с оружием, которые идут из Сирии в Ливан для Хизбаллы. Или же из Ирана в Сирию для шиитских милиций. И другие цели – это базы Ирана, особенно военно-воздушные базы, из которых происходит, я бы сказал, опасность для Израиля. Одна из таких атак едва не вылилась в полномасштабный конфликт. Израильский самолет был сбит сирийской ракетой. Через час после этого израильские ВВС уничтожили почти половину сирийской ПВО. Иерусалим неоднократно подчеркивал, что не даст превратить Сирию в иранскую военную базу. Я еще раз покажу эту карту. Достаточно одного взгляда на нее, чтобы понять, нет ни малейшего шанса, что война в Сирии закончится хотя бы в ближайший год. И нет никакого шанса, что Сирия когда-нибудь возродится, как полноценное государство в своих прежних границах. Слишком много жертв, очень много участников и слишком много интересов. Вопрос сейчас не в том, когда закончится сирийская война, а в том, чем она закончится. Сергей Услендер, подробности недели, Ближневосточное бюро, телеканал АИН. И ответа на этот вопрос, чем закончится война в Сирии, нет ни у кого. Собственно, эта неопределенность и постоянные провалы мирных инициатив приводят к тому, что о Сирии многие уже просто устали говорить. К сожалению, война в этой стране превратилась в своеобразное нормальное состояние для нее. И заметьте, к сирийской теме в мировых СМИ обращаются в основном тогда, когда боевые действия становятся особенно жестокими. Химические атаки – один из примеров такой жестокости. За семь лет войны химическое оружие применялось неоднократно. Еще при Обаме американский флот выдвигался к побережью Сирии, чтобы нанести удар в ответ на одну из таких атак. Тогда, чтобы предотвратить удар США при посредничестве России, западные страны и правительство Асада вышли на соглашение о ликвидации запасов химического оружия. Эту договоренность отметил даже Нобелевский комитет. В 2013 году Нобелевская премия мира досталась международной организации по запрещению химического оружия, как раз за участие в сирийской химической сделке. Впрочем, уже через несколько лет выяснилось, что выполнять договоренность полностью сирийцы не собираются. И ровно год назад, в апреле 2017-го, американцам уже пришлось наносить удар по силам Асада в ответ на одну из крупнейших за все время войны химических атак, в результате которой более сотни человек погибли, полтысячи были ранены. По приказу сирийского диктатора Башара Асада было осуществлено ужасное нападение на невинных гражданских лиц с применением химического оружия. Используя смертоносное отравляющее вещество нервно-паралитического действия, Асад лишил жизни беззащитных мужчин, женщин и детей. Для многих это была медленная и мучительная смерть. Даже прекрасные младенцы были жестоко убиты в ходе этого чрезвычайно варварского нападения. Ни одно дитя Божье никогда не должно подвергаться таким ужасным страданиям. Сегодня я приказал нанести целенаправленный военный удар по аэродрому в Сирии, с которого была осуществлена химическая атака.